Меня зовут Дмитрий Морозов, я художник, я работаю под псевдонимом или скорее название моего проекта «ФТОЛ». Я занимаюсь созданием мультимедийных, кинетических, звуковых и всяких странных объектов, скульптур, инсталляций, инструментов. В галерее «НОНОВА» я представляю свою выставку, которая называется «Диапазон измерения». Это составная достаточно сложная, насыщенная выставка, репрезентующих мою практику. Есть объекты достаточно старые, так и специально созданные работы для этой выставки, а также ряд каких-то очень важных ключевых произведений, которые все вместе создают такое полноценное повествование. В своей практике я, в первую очередь, исследую, в общем, как и, наверное, любой художник, человека. Но просто мой основной медиум и мои основные инструменты — это какие-то технологические приспособления. Форма и изощренные, изысканные жанры, в которые получаются встроиться при помощи технологий, позволяют иногда очень иронично отвлекаться на такие аспекты и нюансы нашего мира, которые традиционные медиумы совсем иначе представили. Вавируя между множеством разных тем и каких-то моих собственных интересов и мотиваций, я стараюсь часто объять необъятное, и поэтому на выставке очень много объектов, которые очень о разном и очень по-разному взаимодействуют сами с собой, с соседними работами, с людьми или вообще ни с кем. Я всегда интересовался технологиями и искусством, но совершенно отдельно друг от друга. И в какой-то момент я стал видеть, как технологии, технологичность, новые медиа проникают все больше и больше в творческий процесс. Возникают совершенно новые междисциплинарные связи и невероятно расширяется язык художественный. Экологи очень быстро развиваются. Это добавляет такую витальность и хрупкость всему, что ты делаешь. Через десять лет треть работ на этой выставке не сможет работать на тех компьютерах, на которые они сейчас работают, и, в принципе, переписать. Это держит постоянно в тонусе. Работы эволюционируют, живут в реальном времени. Это очень подкупает лично меня. Еще один важный момент – это то, что это искусство очень хрупкое. Это система, состоящая из очень большого количества компонентов, взаимосвязанных, друг на друга влияющих и стареющих, имеющих свой ресурс. Такая глобальная энтропия. Ты задаешь работу, она с первой минуты вырабатывает свой ресурс и стареет. Это очень интересный момент, потому что на коллекционеры это откладывает ответственность. Такое же, как и на художника. И возникает новый тип отношений. Нет простой бинарности перехода владелец-невладелец. Ты передаешь определенное хрупкое создание. В ней куча сложных деталей, каких-то механизмов, о которых нужно правильно заботиться. Я считаю большинство своих работ своим продолжением каким-то. Мне сложно расставаться с работами. Это тяжелый, болезненный момент. Нужно правильно подобрать понимание, почему эта работа должна куда-то перейти. Одновременно с этим мне нравится, что они живут своей жизнью. Мне очень было важно признать в себе в какой-то момент, что эта связь для меня как бы очень конкретная. Простите за гендерные стереотипы, возможно, но создавать искусство единственный способ для мужчины что-то породить. Породить какую-то новую сущность. На втором этаже представлено, наверное, самое такое масштабное составное произведение. Первый проект посвящен Кольской сверхглубокой скважине, называется 12-62. Мне настолько эмоционально и интеллектуально зацепил сам подход, что есть само произведение, есть архив вокруг него, есть путешествие с этим произведением, есть видео об этом путешествии. Я понял, что невозможно не испытать это еще несколько раз и попробовать. И моментально нашлись идеи на следующие две работы. Одна называется «Гость», и она посвящена падению сихотеринского метеорита. И третья работа, называется «Токыра», посвящена пересеканию Уральского моря. И все работы связаны, так или иначе, с геологией, с неживой материи, которая при этом очень определяет наше существование. Такая работа может быть создана одна в год или раз в два года. И это классный контраст с гораздо более легкими, странными, смешными или какими-то еще другими работами. Диапазон измерений, он в том числе в этом диапазон, что есть, да, какие-то большие, масштабные, серьезные вещи, а есть дергающиеся, визжащие странные скульптурки. И они от этого ни одна ни лучше, ни хуже, просто вот немножко разный масштаб. Субтитры создавал DimaTorzok Диапазон